Бежал в кусты, а там такой заборчик, и он на этот забор упал. А ты куда спряталась? А я, ну, рядом, думаю, рядом. Под мост спрятаться можно было, под мостом. Под мостом уже мы прошли мост, понимаешь? В общем, короче, я такой, 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 да? Он сам поднялся, чтобы знать, какой ближайший ко мне. Забор, правда, не выдержал. Там какая-то, как калитка такая, видимо, она прям окровалась. Но мы поправили. Света, на. Просто одежда. Не, правда, когда все включено. Когда одно дело в бомбоубежище, а другое дело, когда идешь по дороге. Очень приятно. Я чувствую сегодня, что у нас Всевышний имена спас. Вот сейчас Света рассказала. Мы сидели, ждали Свету и Иша. Мы как раз были в Меклате. Мы сегодня собрались, чтобы делать обряд, который называется Капорот. И когда сейчас мы были в бомбоубежище, мы слышали сирены. И я ощущала, наоборот, что мы здесь, что мы под прикровом Всевышнего, что Он нас охраняет. Что эти сирены нас не застали, когда мы шли по дороге сюда. Да, мы кончились. Да. Значит, немножко о Капорот. Что такое Капорот? Капорот это такой символический обряд, который проходит много древнейший обряд, который называется, это как избавление от грехов. Принято делать или с курицей. Женщины делают с помощью курицы. Мужчины с помощью петуха. Когда им отрывают голову, обязательно нужно это смотреть. Кому? Мужчинам? Нет, курицам. Петуху? Да. Здесь у нас есть недалеко Мошаба специальные, куда едут. Но мы будем это делать на деньги. Я принесла специально есть молитва. Будем делать как бы мужчины, женщины. Мы братья голову не отрывали. Брали петуха и потом клали. И они живые там были. И вот клали, и это говорит на продажу пойдет. Нет, потому что одну и ту же курицу они использовали на несколько капорот. Нет, нет, здесь они брали капорот, а здесь они уже на продаже. И когда он наполнялся, его... Я расскажу, как я делала на курицу с капорот. Здесь есть элифелис, маршав, в сторону свата. Мы когда ехали, значит там целый конвейер. Там мужчина стоит, мы подходим, берем я, женщина. Дали нам две женщины курицы, за меня и за дочь. И взяли курицу для мужчины, для сына моего. И с нами была Мазаль Дардик. За Хон Ля Браха она умерла. И, значит, берут две курицы женщины, их взвешивают. И мы платим там, например, 50 шекелей за килограмм. То есть мы не платили 18 шекелей. Я там за три курицы отдала 300 шекелей что-то такое. Вот, отрезают тут же курицу. Копора. Отрезают, произносят молитву. Мы повторяем амэнь. И их складывали, это уходило как бы беднякам на... С пятого года я смотрела, с пятого, я там шесть лет прожила. Все куры были здоровы. Но я не хочу с вами спорить. Они были молодые. Они были молодые. Причем одна пришла, говорит, у меня собачка привела петушка. Или курица. Они были настолько молодые, что не поймешь, кто из них кто. Что петуха... Ну, все в течение времени поменялось. Сейчас проще на деньги. Они надо курить. И сейчас курицу живую здесь не продается. Все деньги принесли. Не, не, специально есть это сама. Значит, я сейчас прочитаю молитву. Или кто-то хочет из мужчин крепко хорошо почитать. Ну, сейчас деньги надо отчить. Да. Нам давай консетики туда деньги вкладываешь и крутишь. Здесь есть мешочки. Значит, я прочитаю и потом будем делать. Хорошо? Это должен каждый личный читать. Да, каждый личный. Но самую большую, как бы перед вступлением на Кабарок, я ее прочитаю. Хорошо? Сыны человеческие, узники, сидящие во мраке и в могильной тьме, в кандалах и железных оковах. Вывел он их из мрака и могильной тьмы. И разбил оковы их. Безумцы из-за путей своих грешных, из-за пороков своих страдают они. Душа их не приемлет. Никакой пищи близки они к смертным врагам. Возвали они Господу в горе своем. И он спас их из беды. Послал он им слово свое. Исцелил их и спас их от гибели. Будут благодарить они Господа за милость его и за чудеса, что явил он сынам человеческим. Если есть у человека один ангел, заступник из тысячи, чтобы возвестить о человеке правоту его, то помилует Всевышний этого человека и скажет ангелу-спасителю, воспрепятствуя его падению в преисподнюю. Я нашел искупление для него. Значит, когда делают на курицу, что женщины, там у них своя немножко молитва, они по-женски говорят, то есть там только окончание. На петуха своя молитва. Когда мы делаем на деньги, нужно три раза покрутить над головой и произнести. Это замена мне, это вместо меня, это выкуп мой. Пусть уделом этих денег станет сдока, а моим уделом благополучная долгая жизнь и мир. Кто-то хочет первый быть? Говорят, каппараной. 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 Ну, идите сюда. А, надо тоже. Да. У вас есть мешочек? Да, у меня мешочек. И мешочек. А я не мешочек. А я сейчас возьму. Так, где я считаю? Значит, надо будет это. Это замена мне. То есть, если хотите, я вам покручу. Да, вообще-то... Это гагана, да? Да, ну, или стоя, или как... Ну, что повел бы, ну, или уже нет. Да. Значит, сначала, вы за себя или за райзу? Нет, за райзу, как за себя. А, как за себя. Это замена мне. Это вместо меня. Это выкуп мой. Пусть уделом этих денег станет сдока, а моим уделом благополучная долгая жизнь и мир. Это замена мне. Это вместо меня. Это выкуп мой. Пусть уделом этих денег станет сдока, а моим уделом благополучная долгая жизнь и мир. Это замена мне. Это вместо меня. Это выкуп мой. Пусть уделом этих денег станет сака, а моим уелом благополучная, долгая жизнь и вес. Каждому раздавать будут сейчас, да? Ты мешок, ты не бросай. Деньги раздавать будут? Мешок. Каждому. Вытряхни. По пакетику. Ну, вытряхни деньги. Я тебе вытряхну. Мешок стоит 50 рублей. А что, без мешочков? Не-не, лучше с мешочком. Не-не, просто Элла хочет мешочек взять. Она хочет... Мы все без мешков. Можно только содержимое мешочком. Мешочки себе можно оставить. Да, туда можно без мешочка. Туда можно без мешочков. Ну, так, печати тут поставили. Ну, ладно, ладно, бросай. Я хочу. Все, вот уже на му раздали. Бросай. Видите, нам все в последнюю очередь. Все, мешочек кому-то. Лена, манишма. Чего-то стесняет. Ну, давай. Эмилия, идете? Слышно? А, а что это? Я зашел. Что-то вы сидите из дома. Мы говно-стиму сейчас в вашей сирене. А что ж ты? Вот же, как раз у собак было, по-моему, мы с соседей домов. Не-не, да. Я за правду. Должны вы все правильно. Это замена меня, это замена маленьких. Приятник. 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 Это замена мне. Большие-большие. Я крупными написала. Амень. Три раза надо. Три раза надо прочитать. Пирог помогает. Это замена меня. У меня дома есть. У тебя есть? Я забыл. По моим делам. Хватит? Благополучия. Долгую жизнь. Амень. Я вам. У меня все есть. У меня нет.